Добрый день всем, дорогие друзья, инвесторы, трейдеры, спекулянты. Меня зовут Бирченко Ярослав, и я вас приветствую на курс Стратегия 101. Благодарю вас всех, что вы присутствуете здесь сегодня со мной. Хотел провести маленький саундчек, узнать, если все меня слышат. Пожалуйста, в чате напишите. Напишите не то, что вы слышите звук, а из какого города вы присутствуете на нашем вебинаре. Я сейчас быстренько проверю, что звук и видеоизображение работает. И мы начнем наш вебинар. Так, добрый вечер. Замечательно. Бузулук, Москва, Уфа, Екатеринбург. Ожидали наших гостей из Екатеринбурга, Одесса, Москва. Супер. Давайте тогда начнем, дорогие друзья. Значит, курс будет проходить о том, что такое торговая стратегия, для чего она нам нужна и как мы ее будем применять. И вообще, как ее построить. Этот курс в основном настроен на начинающих трейдеров, потому что тех людей, которые уже в теме некоторое время, я уверен, у них есть своя торговая стратегия. Я надеюсь вам добавить к вашей рабочей стратегии, может быть, какие-то рабочие моменты, которые вы могли упустить или забыть. То есть, этот семинар для всех, и я буду стараться его сделать максимально интересным. Давайте я расскажу немного о себе для тех, которые со мной не знакомы, которые, может быть, не читали мою аналитику еще на аналитику онлайн. Меня зовут Бирченко Ярослав, я работаю на фондовом рынке с 2013 года. Также начал увлекаться Форексом с 2014 года и работал в разных брокерских компаниях. Также я обучался в Канаде, в Лондоне, и я надеюсь поделиться своим рабочим опытом вместе с вами и со всеми. Значит, зачем нам нужна стратегия и вообще из чего она состоит? Мы используем торговую стратегию для того, чтобы избегать человеческого фактора. Потому что мы все, как люди, мы уникальны. Каждый из нас имеет какую-то свою уникальность, специальность, и все люди не похожи друг на друга, кроме тогда, когда мы под влиянием стресса, опасности, жадности и какие-то экстремальные ситуации. Тогда мы все становимся одинаковыми, все люди похожи друг на друга. Именно поэтому большинство людей и проигрывают на фондовом рынке и на рынке Форекс, потому что многие из нас не знают, как контролировать вот эту вот свою человеческую страсть, человеческий страх. Для этого у нас существует рабочий торговый алгоритм, чтобы мы четко знали, по каким этапам нам надо действовать, когда мы в убытке, когда мы в профите, когда неожиданные новости сходят, когда неожиданный обвал или рост происходит. Значит, давайте двигаться дальше. Я уверен, что вы все знаете, что такое аналитика онлайн, но я в пару словах расскажу. Это ваша все включающая компания, которая вам поможет стать прибыльными, успешными трейдерами. Для некоторых это продолжение свой путь в торговле, для некоторых людей это начало. И это замечательное начало, которое предоставит вам много возможностей. У нас есть образовательные программы, у нас есть аналитика, торговые сигналы для тех, которые спешат в своей ежедневной жизни. И также мы сопровождаем людей, те, которые желают помощь один на один и совет специалистов в этой сфере. Я буду периодически поглядывать на экран, чтобы смотреть, если есть какие-то вопросы, какие-то моменты. Но давайте мы зададим вопрос вообще, у кого есть своя рабочая стратегия, у кого уже есть какой-то торговый план. Сейчас я вот пойду посмотрю быстренько на экран. Да, если у кого-то будут проблемы со звуком или с изображением, пожалуйста, попробуйте или Chrome, или Firefox, или Internet Explorer. Сейчас он называется Edge. Хотел узнать, кто торгует и как долго. Есть опыт у кого-нибудь в торговле, кто-нибудь уже на реальном счете открылся? Ага, Валентин, два года. И как у вас успехи? В прибыль выходите потихоньку? Используйте нашу аналитику. Замечательно. Мы именно сегодня вам поможем увеличить вашу прибыльность и более четко выбирать свои позиции. Значит, почему мы вообще используем торговую стратегию? Стратегия нам помогает иметь четкие этапы, по которым мы действуем. Давайте разберем, из каких частей состоит торговая стратегия. Значит, первое, самое важное, что нужно сделать, это выбрать инструмент. Инструмент. Инструментов существует масса. Кто-то торгует на Форексе, кто-то торгует на товарно-сырьевом рынке, кто-то выбирает акции России, США, других стран, развивающиеся страны, европейские страны. Это все актуальные инструменты. У каждого инструмента есть свое преимущество, у каждого инструмента есть свои риски. В основном рынки, на которых я специализируюсь, это рынок Форекс, это фондовый рынок США и криптовалюты. В дальнейшем мы будем более глубже в эти темы нырять и разберем, почему, какие инструменты надо выбирать. Очень важно выбрать такой инструмент для нашей торговой стратегии, которую мы с вами сегодня будем разбирать, чтобы была дневная волатильность в размере 200 пунктов. Для чего это нужно? Потому что в среднем инструмент может двигаться от 50 до 200, а, извините, в среднем 150 пунктов. Нам нужно движение, чтобы можно было хорошо зарабатывать на этом. Такие инструменты являются евро, доллар, нефть, золото, акции крупных компаний, также средняя по капитализации компаний США и России. Криптовалюты являются мега волатильными. Когда такая волатильность превышает 400-500 пунктов в день, это, конечно, очень опасно, потому что тяжело очень риски хеджировать. Очень большая вероятность того, что цена будет идти против вас прям очень сильно. Поэтому мы торгуем, когда я торгую на криптовалютах, мы торгуем именно пробитие уровня. Одна из стратегий, которую сегодня мы с вами разберем. Второй момент, который очень важен в разборе торговой стратегии, это выбрать временной интервал. Что под этим подразумеваем? Это время дня, это сезонность и это таймфрейм. По таким инструментам, как нефть, по таким инструментам, как фьючерсы, всегда присутствует сезонность. Нужно выбрать, нужно со временем вы будете понимать, какие инструменты в какой период года более волатильные. Мы, например, знаем, что пара доллар-рубль, они крайне волатильны в новогодний период. Третий момент, который нужно определить в своей торговой стратегии, это объем. Как грамотно выбрать объем? Математически мы с вами разберем. Всегда это соотношение должно превышать один к двум, один к трем. Для чего мы используем такое соотношение? Я дальше вам покажу график, где будет показано, что с каждой сделкой, которую вы делаете в минус, в которой убыточная сделка, сокращается вероятность того, что следующая сделка тоже будет убыточная. Поэтому мы можем поймать несколько стоп-лоссов, но в дальнейшем мы сделаем те сделки, которые сделают нам прибыль, которые покроют все убытки, и мы выйдем в плюс через какое-то время. Четвертый момент, который мы должны определить для себя в торговой стратегии, это точки входа и выхода. Точки входа и выхода можно определять по техническому анализу, точнее, это определяется легче всего по техническому анализу, но также мы всегда используем фундамент, чтобы подтвердить наши торговые идеи. Значит, точки входа и выхода. Пятый момент, который должен присутствовать в нашей торговой стратегии, который важный, который многие люди забывают расписывать у себя в своем торговом плане на каждый день, это психология. Как мы справляемся с той или иной ситуацией? Я уверен, что у каждого из нас был такой момент, когда мы по ходу дела потери, когда потеряли больше 50% своего торгового счета, начинаем идти all-in, делать сделки на всю котлету. И мы делаем такие абсурдные ошибки, которые потом, вот самое важное для трейдера, это его капитал, это наши возможности в будущем. И вот не включая психологию в своем детальном расчете о подходе к рынку, это грозит нам опасностью того, что мы потом просто не будем замечать в себе вот эти психологические срывы. Поэтому психология очень важный пункт, который нужно описать и обсудить в своей торговой стратегии. И шестой, не менее важный пункт, который я бы хотел вашему вниманию сегодня предоставить, это гибкость. Гибкость означает то, что любой результат на рынке приведет к капитализации вашему счету. Что я имею в виду под этим? Были же такие ситуации, когда мы торговали на нон-фарме или выходы решения по ФРС США, и мы открывали позицию в неправильное направление. И видели это, понимали это спустя 2-3 минуты, что мы открыли не в то направление, и ничего не делаем. Мы просто берем этот убыток, закрываем позиции и думаем, как же мы ошиблись. Вот гибкость – это именно тот пункт, который нам поможет иметь бинарные решения к нашему подходу к рынку. Рынок, он может идти вверх, может идти вниз. Поэтому при любой точке входа мы должны понимать, что мы, если ситуация будет развиваться одним способом, то мы будем действовать по этой стратегии. Если ситуация раскроется в другом направлении, то при проходе какого-то уровня мы, соответственно, будем открывать позицию в другое направление. Много раз было такое, что на рынке, что я закрывал позицию в убытке и открывал противоположное направление, чтобы потом поймать то движение, которое я предсказал неправильно. Такое тоже бывает. Хочу вашему вниманию еще привести, что нет ни одной стратегии, которая будет работать на 100%. Почему это происходит? Потому что человеческий фактор это то, что все-таки двигает рынки. Даже если у вас есть самый лучший робот, самый лучший алгоритм, самая лучшая стратегия, есть другие участники рынка, которые будут своей психологией, своими действиями влиять непредсказуемо. И поэтому ваша торговая стратегия может не сработать. Хочу также, чтобы вы знали, что нет такого супер алгоритма, который приносит всем прибыль. У меня есть некоторые друзья в Лондоне, которые занимаются алгоритмами на крупной корпорации. В банке, в BlackRock я общался с людьми. И они говорят, что все крупные алгоритмы рано или поздно делают такие убытки, которые предотвращают таких колоссальных прибыль, которые мы ожидаем. То есть ни один робот тысячу процентов в год не зарабатывает. Даже 100% тяжело сказать. В среднем, как мы видим по крупным хедж-фондам по Европе, это 10, 12, 15% когда очень хороший год. Торговый алгоритм зарабатывает. Все остальное, самые лучшие решения все равно приходят от человека. Поэтому имейте это в виду. Давайте сейчас будем детально разбирать все наши идеи и торговую стратегию. На данный момент у кого-нибудь есть какие-либо вопросы? Пожалуйста, напишите в чате. Сейчас возьмем 2 минуты, чтобы прочитать ваше мнение. Если вы позволите, мы будем двигаться дальше. Павел, запись обязательно будет. Так, хорошо, вопросов нету. Будем двигаться дальше. Значит, по нашему торговому плану мы ставим цель так же, как и любые другие. Значит, к торговле надо относиться как к бизнесу. В любом бизнесе мы ставим отделу продаж, отделу маркетинга какие-то цели. Для нас, как трейдеры, тоже существуют цели. Начнем с такой цели завышенной, завышенной, но реальной. Мы с вами будем стараться заработать 30% в месяц. Чтобы 30% в месяц получить, это примерно 10% в неделю. 10% в неделю. И как мы этого результата добиваемся? Значит, наш торговый план состоит из простой рабочей формули. Давайте я вам напишу, как рассчитывается наш рабочий лот. Значит, мы берем формулу нашего депозита и разделяем наш депозит на 10 тысяч. И это даст нам наш рабочий лот. А в примере, если наш депозит состоит из 3 тысяч, мы его делим на 10 тысяч, и наш рабочий лот получается 0,3. То есть, за 1 пункт мы получаем прибыль 3 доллара. Как я уже говорил ранее, соотношение риск-прибыли всегда должно быть выше 1 к 2, 1 к 3. Такое соотношение позволит нам быть, делать правильные решения на рынке от 50 до 35%. То есть, можно ошибаться раз в 2 раза, раз в 3 раза и все равно выходить на прибыль. Поэтому, когда вы растягиваете свои сетки Fibonacci или целитесь на точку входа, смотрите, чтобы потом не было точки сопротивления или точки поддержки, в которой мы сталкиваемся, потому что есть высокая вероятность, что от такого уровня будет наблюдаться отскок. Риск. Я торгую лично с риском 1%. В нашей торговой стратегии мы рассматриваем риск от 2 до 3% по сделке. И многие трейдеры забывают то, что тот стоп-лосс, который вы выставляете, это он меняется, потому что соотношение из двух пар, например, чем выше валютная пара евро-доллар, тем больше доллар стоит. Правильно? И тем самым риск повышается в этой сделке. То есть, если мы выходим в продажу, то тот уровень, который повышается, с каждым тиком объем потери становится выше. инструмент мы выбираем любой, который имеет огромную волатильность от 50 до 200 пунктов. Перед этим нужно будет попрактиковаться не один месяц на разных инструментах, и тогда вы сможете понять, какой именно инструмент вам будет ближе подходить. И для этого существуют разные демо-счеты, разные брокеры, где вы можете потестировать и попробовать эти различные стратегии. Значит, давайте уже приступим к основной работе, как мы двигаемся от того, тех пунктов, которые мы для себя определили, как мы двигаемся дальше. Значит, выбрав инструмент, выбрав таймфрейм, зная, в какой, в каком цикличном формате находится рынок, где мы или восходящий тренд, или это бычий рынок, мы определяем тенденцию тренд, куда мы идем. Это определяется обычно или на дневном графике, или на недельном. Определив тренд, мы уже тогда сможем понять, в какое направление мы открываем сделку. Мы же помним, что индексы в основном они растут. Например, индекс США, индекс, ну, индекс РТС нельзя взять, потому что мы периодически не только растем, но когда мы открываем на индексы такие, как Nasdaq, и Minispy, или Dow Jones, когда мы открываем позиции по таким рынкам, фьючерсы, торгую на этом рынке, то они в основном преимущественно должны быть в покупку, потому что основная тенденция этого рынка вверх. Также мы можем наблюдать многие компании, после прихода Трампа к власти, многие компании показывали тренд хороший вверх, поэтому очень важно определить этот момент и оттуда уже у нас одна точка, то есть одна позиция это в покупку. И теперь уже определяем точку. Как определить точку? Я вам сейчас расскажу. Перед тем, как мы находим точку входа, мы еще определяем во время дня, когда основные моменты активности, потому что все-таки волатильность является прибылью для нас трейдеров. Значит, если мы торгуем на рынке Форекс, то торгуя такой валютной парой, как фунт доллар или евро-доллар, то мы понимаем, что основное торговое время, это когда эти люди на своем рабочем месте. Это от 9 утра московского времени до 19 часов вечера, то есть до 7 вечера это самый активный период рынка Форекс. Это когда московское, лондонское время переходит в европейское, европейское плавно перетекает в американское. Самая бурная активность торгового дня это с 15 по 18.00 по московскому времени. Поэтому отметьте себе эти временные отрезки на своем торговом терминале, когда начинается, когда заканчивается самый волатильный период и присутствуйте в это время на рынке. Присутствуйте и находите там самые оптимальные точки входа, потому что все развороты, все новости, весь род таких событий, все происходит в наших временных отрезках от 15 до 18.00 переход с европейской сессии до но на американском. Определив временной отрезок, давайте еще поглубже разберем американский фондовый рынок. У меня просто было много желающих услышать немножко о американском фондовом рынке. Значит, американский фондовый рынок, в основном его активность заключается в начале торговой сессии. Кто может сказать, когда начинается американская сессия? Я сейчас обращу внимание на чат, все ли сейчас понятно, если есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста, их задавайте. Я быстро так посмотрю, потому что кто знает, он сейчас может сразу написать. Молодец, Павел. Почти, почти. Чит, американская сессия у нас открывается 16.30. Вот здесь вот 16.30. Открытие рынка США. первые два часа самые ликвидные. Самые ликвидные, потому что те люди, которые не заработали вчера, которые не могли найти точку входа, они сейчас будут искать именно ту позицию, которую они ждали долгое время. А те люди, которые потеряли деньги, они сейчас будут стараться отыгрывать. это простая человеческая психология. Я думаю, вот такая вот тенденция по волатильности была на протяжении всего рынка. Мы исключаем, конечно, какие-то катастрофические явления, когда компьютер заглючил, и когда весь рынок S&P 500 упал крайне быстро. Для американского рынка утро это самый активный период, обед это у них обед будет в час дня. Значит, где-то уже после 18.00 начинается более спокойный период на американском рынке, и потом уже пред окончанием торговой сессии мы наблюдаем, как акции откатываются назад. Это происходит, потому что трейдеры, которые торгуют внутри дня, они закрывают свои торговые позиции, поэтому какое движение мы наблюдали среди дня, оно обычно уходит в другое направление. Я знаю многих трейдеров, которые именно торгуют на таких вот откатах. Определили тренд, определили валютную пару, определили когда, в каком временном отрезке дня, торгуем. Отлично. Следующий этап это определить точку входа. Именно сейчас это будет наш основной фокус нашего вебинара сегодня. Я буду вам помогать определять точку входа. После того, как мы определили на дневном и недельном таймфрейме, мы можем определить точку входа, используя четырех часовой или часовой график. Почему мы используем графики более высокого измерения? Потому что те торговые сигналы, которые мы получим, они более солидные, они имеют более весомое значение. Мне когда-то рассказали в процентном соотношении на минутки и пятиминутки там 3-5 процентов сделок являются полноценными. То есть все остальное это ложные пробои. Это когда мы используем технический анализ, чтобы торговать на таких временных отрезках. Поэтому те люди, которые работают на минутном и пятиминутном таймфрейме, они обычно, как правило, забирают всего один пипс. Один, два, три пипса и все, и позиция закрыта. Потому что это или ты все правильно сделал, или ты неправильно сделал, и позиция может рвануть против тебя. Значит, наш торговый таймфрейм будет на одном часе или на четырехчасовом графике. Значит, на графике, помимо того, что мы отметили временной таймфрейм, еще очень важно отмечать те новости, которые выходят, которые будут влиять на наши валютные пары. На валютные пары очень много в течение недели новостей влияют. Я рекомендую всем фильтровать их на те события, которые имеют значимость три. То есть, или три быка, или три звездочки. Мы чуть позже разберем, какие есть ресурсы на интернете, чтобы вам облегчить жизнь и находить точные новостные каналы. на графике мы имеем активное время, которое торгуется, и новости, которые могут выйти. новости на фондовом рынке, они могут быть такие, как выплаты дивидендов, это самая важная новость, такие, как поглощение компании, через неделю, например, компания Pfizer будет разделяться. Вот поглощение или разделение компании, самое предыдущее разделение, крупное, которое было, это HP, разделило часть своего бизнеса. Акции HP рухнули, но после такого разделения всегда присутствует ускоренный рост у обе части компании. Также квартальные выплаты, а, квартальные отчеты, вот это еще очередная важная новость, которую можно у себя на графике пометить, чтобы потом знать о этой новости уже у себя на графике. Все очень удобно и желательно держать все на одном экране, чтобы не смотреть на календарь периодически, а ваш рабочий терминал, чтобы он всегда был у вас апдейтнутый. И последняя вещь, которую очень важно отмечать на графике для удобства, это предыдущий high и low предыдущего дня. я вам дам такой маленький совет из моих наблюдений и аналитику, которую я провожу в Excel, я записываю, какие у нас показатели есть на индекс S&P, я торгую и mini SPY, какие у нас есть уровни, как они себя отыгрывают, есть такая корреляция, что при самом при пике, когда, например, у нас вчера был пик, то обязательно цена коснется еще раз этой цены. Значит, как обычно выглядит, если вы следите за индексом США, мы начинаем на одном уровне, потом цена чуть-чуть, вот допустим, это самый высокий уровень, вот сейчас мы наблюдаем Dow Jones 76 пик за этот год, рекорд, такого не было еще, значит, 76 дней в этом году индекс Dow Jones побеждает свои рекорды. Значит, обычно выглядит вот так вот, потом мы касаемся немножко, отодвигаемся и идем наверх. Вот это вот движение, то, что если предыдущий был пик, то вероятность того, что мы коснемся той цены сверху, она 80%. На протяжении 10 лет вот такой вот эксперимент был проведен, вот эта вот фигура отрабатывает себя 80% случаев. То же самое, если у нас идет обвальный период и сейчас, например, допустим, это вчерашний график, потом, то есть позавчерашний график, это вчерашний график, то если мы чуть-чуть рост сделаем, обязательно цена, не обязательно, с 80% вероятностью цена коснется еще раз вот этого уровня и потом продолжит какое движение они себе намерили. Вот такой небольшой вам интержекшн торговой стратегии. Вот, значит, после того, как мы обозначили вот эти вот все новостные и информационные моменты у себя на графике, мы уже тогда переходим плавно к техническому анализу. Две стратегии, которые я вам сегодня покажу на доске, я вкратце их опишу, объясню и потом мы перейдем на живой график. Я не подготовил сейчас никаких графиков, поэтому мы с вами вживую будем выбирать, разбирать графики по вашему желанию. Значит, первый момент, который все знают, но который, может быть, используют неправильно, это линии поддержки и сопротивления. И да, да, может быть, кто-то закатывает глаза, я знаю, что это такое, я это часто использую, но помните, пожалуйста, что линии сопротивления и линии поддержки это не всего лишь, это не плоская линия, это целая зона, где мы с вами бы хотели заниматься бизнесом. Например, я вам напишу сейчас график, который часто виден в валютных парах и на фондовом рынке. более опытные трейдеры наверняка уже видят, где эти уровни и кто-то из вас бы просто вот так вот определял вот такие вот моменты, но не всегда так, потому что это не совсем точная наука, мы часто видим, что есть шпильки, которые пробивают наши стоп-лоссы, часто выходим за эти уровни, поэтому когда мы чертим с вами на графике наши уровни сопротивления и поддержки, обязательно это делайте в промежутке 20 до 60 пунктов. Значит, это на дневном графике, если мы с вами снижаемся до часу, то это 10-30 пунктов, которые мы используем. Значит, примерно будет выглядеть вот так вот. Мы захватываем все шпильки, которые могут быть вот здесь вот, или стараемся по максимуму их захватить, и то же самое здесь. Значит, любые уровни сопротивления, они должны захватывать как можно больше вот соприкосновения с этой зоной, это золотая зона, где мы бы с вами открывали позиции. также на мета-трейдере есть, когда вы ставите полоску, она ставится один раз и навсегда вон туда вот и навсегда в эту сторону. Я вам расскажу, почему это неправильно. Вот такие вот зоны консолидации, они действуют на максимум период год. Почему? Почему вообще зоны вот такие вот определяются? Потому что крупные игроки, которые торгуют на дневном таймфрейме и выше, они закупаются на математической основе в каком-то уровне. У них заложено уже, у них бизнес-план построен такой, что вот с этого уровня мы покупаем. но этот бизнес-план меняется. Они же не на протяжении пяти лет будут покупать с этого уровня. Поэтому вот эти вот, эта фигура прямоугольника, она очень эффективна, потому что мы ее не можем бесконечно в ту сторону растягивать и также она захватывает для нас целый отдел графика, где мы бы хотели заниматься бизнесом. И смотрите, очень важный момент, есть два варианта. На фондовом рынке именно пробитие уровня является хорошим сигналом для входа. На рынке Forex, который более цикличный, который более волатильный и чуть-чуть по-другому структурируется, то мы торгуем только по входу обратно в рынок. Например, вот здесь вот у нас везде buy stay, потому что тенденция вверх. Вот здесь вот все позиции, которые мы ищем от этих уровней, они будут в sell. Значит, как эта торговая стратегия работает? Мы не хватаем. Значит, берем здесь пару фунт-доллар. Значит, мы определили и по фундаменту то, что сейчас британская экономика, она встает на ноги, что брекзит в непонятной ситуации, что показатели их и труда, и потребления, они снижаются. В общем, существует некий риск на рынке, мы его должны учесть, но глобальный тренд вверх, глобальная экономика стабильна, их финансовая система стабильна, законная система, то есть вся страна, она довольно-таки хорошо позиционирована, у нее мощные союзники, она хорошо себя чувствует, поэтому все эти моменты надо брать в расчет. Значит, мы смотрим, что тенденция вверх, первое пробитие уровня, вот это вот, мы не берем. Почему? Потому что стоп-лосс у нас достаточно низок, поэтому, чтобы войти здесь, у нас, ну, огромный стоп-лосс. А вот, когда мы возвращаемся к уровню, а вероятность того, что мы вернемся к уровню, высока, опять мы ищем точечные входы, чтобы войти один раз с минимальным стоп-лоссом, чтобы получить как можно большее соотношение риску-прибыли. Она очень высока, то есть, при этой торговой стратегии мы пробиваем уровень, потом возвращаемся к этому же уровню, и только тогда, вот с этим минимальным стоп-лоссом мы можем поймать вот это движение. И для тех, кто изучал волновые принципы Эллиета, они тоже понимают, что структура рынка это 5 импульсных волн и 3 коррекционных. Вот. И разворотные сигналы тоже нужно учесть, понимать, там двойной топ, как вот здесь вот у нас показано. Что вот эта вот фигура означает? То, что быки, они пытались пробить уровень один раз, пытались второй раз, и как только пробивается вот этот вот уровень, мы сразу рисуем зону, где мы бы хотели заняться бизнесом. Потому что зона пробита, и когда мы к ней возвращаемся, мы знаем, что предыдущие покупки, они не сработали, предыдущие движения, импульс вверх, и сейчас, скорее всего, с большой вероятностью, мы наблюдаем тенденции вниз. Вот. Вот в этом вот отсеке, как мы видим, мы бы не смогли пойти в позицию, потому что мы коснулись на чертеже, пробили этот уровень, и к нему не возвращались. А вот здесь вот в последнем моменте мы смогли вернуться. Вот. Последний момент, который я вам хотел рассказать, и более глубокая стратегия, более точная наука, вот это вот все-таки плоские уровни. Вот это не динамичный подход к рынку, он имеет место быть, он будет показывать вам результаты, но я хотел на один шаг глубже вам помочь разъяснить ситуацию и предложить еще одно добавление к нашей торговой стратегии. Давайте рассмотрим пробитие и возврата к уровню тренда. Давайте такой же график нарисуем сначала. Вот у нас основной тренд идет вверх, потом мы наблюдаем некую коррекцию, и вот в этом вот моменте вот наш основной тренд. Всем понятно, что это идет вверх, а это у нас на недельном графике. Давайте на днем, на ежедневном графике, одна свечка – это один день. Основной тренд у нас уже виден, но он уже идет, наверное, полгода, если возьмем евро-доллар в расчет. И сейчас у нас наблюдается вот такой вот некоторый откат. Мы с вами расчертили вот этот вот глобальный тренд. И сейчас чертим вот такую вот линию на нисходящий тренд. Так, это не надо. Эта стратегия заключается в том, что как только вот этот вот наш, наш, это основной тренд, это контртренд. Как только цена пробивает контртренд, это для нас сигнал, что мы начинаем наблюдать за этой валютной парой. Вот мы пробили, и с большой вероятностью то, что мы вернемся к этой контртренд-линии, и потом от нее уже будем менять направление обратно к нашему главному тренду. Я сейчас, когда нарисую вот такие вот контртрендовые линии для вас на уже работающем графике, вы сможете понять, что это реально крутая стратегия, что она действительно настолько невероятно точная, что цена пробивает этот уровень, потом возвращается точь-точь к нему и продолжает свой основной тренд. Весь замысл в том, что основной тренд, он все равно будет. И вот эти вот короткие волны коррекции, их легко найти, их легко прочертить, и потом видно, когда они пробиваются, и мы возвращаемся отсюда, чтобы самую лучшую, самую выгодную точку найти для входа. Хорошо? Я сейчас еще раз посмотрю у нас на компьютере, если будут у нас какие-нибудь вопросы, и мы плавно перейдем на графики. Я надеюсь, что вы конспект все-таки пишете, и те моменты, которые я написал на доске, вы все успели записать. Хорошо? Если у вас есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста, пишите сейчас в чат. Спасибо. Спасибо. Австралийцы разберем. Сейчас давайте я буду записывать ваши пожелания. Японскую иену. Как флэт от тренда отличить? Это отличный вопрос, Джон Смит. Прошу вас использовать более крупные таймфреймы. Это все будет там видно. Смотрите, я вам еще покажу классный ресурс. Есть такой сайт, TradingView. Они предоставляют очень мощную charting software. Сейчас, как это по-русски сказать. То есть, здесь есть огромное количество индикаторов. Огромное количество индикаторов, огромное количество… Так, перейдем на русскую версию. Инструментов. И здесь очень легко посмотреть, что где торгуется. То есть, я вам дам пример. Вот если биткоин. То, если вот тут посмотрим, вот все рынки, обменники, на которых торгуется биткоин. То же самое мы можем с индексами взять, крипто с EFD-контрактами, с фьючерсами. То есть, это очень мощный ресурс. Я его использую в своем обзоре. Сейчас я еще быстро посмотрю на наши вопросы. Так, канадца. Евро канадца. Фунт есть. Так, ресурс называется… Сейчас я вам скину ссылочку в чат. Вот так оно называется. Золото обязательно посмотрим. И подскажите мне, следит кто-нибудь за рынком, за фондовым рынком США. Если есть пожелания, потому что я могу сейчас разобрать Walmart. Я вот сейчас за ними следил. Писал по ним аналитику. И можно показать на примере, как работает. Вот, например, это часовой график. А, это недельный график. Значит, видно, вот присутствует крупный тренд вверх. Вот мы его можем прочертить. Вот такой медленный, спокойный. Это гигант ритейла. Они имеют много подразделений. Они сейчас становятся самым главным конкурентом для Amazon. И они расширяют свою площадку на интернете. Значит, вот наш основной тренд. Мы уже отметили его. Вот это вот очевидный контртренд. Вот контртренд. Мы его сейчас прочерчим. Где будет лучше всего. Вот. И если с вами вот сюда вот вернемся, как я сказал, на фондовом рынке работает лучше всего пробитие уровня. Пробитие уровня. Поэтому здесь мы такого возврата не понаблюдаем. Конечно, вот первоначальное движение вверх. Если здесь видно. Первоначальное движение вверх. Вот даже до этого уровня. Потом мы скорректировались вниз и полетели вверх. То есть, вот это вот один такой наглядный пример, как такая стратегия работает. Но если применить нашу первоначальную стратегию пробития уровня, я сейчас буду использовать сплошную горизонтальную линию, просто чтобы четко вам показать. Но всем вам потом советую. У меня вот в валютных парах, которые вы попросили, японская иена, канадец, у меня там расчерчены такие уровни. И вы сможете наглядно посмотреть. Так, давайте это сделаем поярче. Ну вот, допустим, вот здесь вот у нас очевидный уровень. Мы видим, что вот здесь вот он играл как точка поддержки. Вот здесь вот он играл как точка сопротивления. И очевидно, что мы вернемся к этому уровню еще раз. И вот так и получилось. Вот здесь вот мы пробили этот уровень. Обычно, обычно я бы вошел в позицию вот здесь вот на покупку. Потому что вот этот вот наш локальный максимум, это достаточно мощное движение. Видите размер этой свечки? Достаточно крупная свечка зафиксировалась здесь. И вот этот вот день, где и шимоку. И шимоку – это свечка неопределенности. Это был бы тот день, потому что я торгую в основном на ежедневке. А, это у нас часовой график. Недельный, недельный график. Это была бы та неделя консолидации. Вот, но мы пробили этот уровень, вернулись к этому уровню. И вот здесь вот можно было бы выставлять позицию на покупку со стоп-лоссом вот на вот этом вот уровне – 69. А теперь идем на дневной график, чтобы поближе это все посмотреть. Вот так вот выглядит это пробитие этого уровня. Вернулись к нему и продолжили наш рост вверх. На данный момент мой прогноз по Вомарту – это то, что при пробитии этого уровня мы еще здесь продолжим движение вверх. Если посмотреть на графики чуть позже, чуть ранее, такое наблюдалось вот здесь. Мы пробили вот этот вот локальный максимум, пробили его и пошли вверх. Мы не жадны, мы закрываем позиции, как только получаем 1 к 3, 1 к 2 соотношение нашей риск-прибыли. Называется 2R. Так, давайте посмотрим евроканадец. Мне понравился ваш курс, чтобы продемонстрировать, как работает контртренд и тренд. Так, сейчас на недельном графике мы с вами определяем, что глобальный тренд, скорее всего, вверх будет. Вот мы его можем наблюдать вот так вот. Глобальный тренд вверх. Поэтому вот сейчас вот мы наблюдаем движение вниз. Также прочерчиваем с вами такое движение вниз. Это на будущее. Сейчас мы с вами обсуждаем прогноз, прогноз на эту валюту. Вот, мы сейчас движемся к этому уровню, мы его пробьем, вернемся к нему. И есть высокая вероятность, что евро продолжит расти по канадцу. Это мой прогноз и фундаментально, также и прогноз по технике. Давайте вот этот вот контртренд сейчас посмотрим. Так, здесь не было такого четкого возврата к уровню, но мы видим, как сопротивление было пробито. Вот на рынке будет вам часто встречаться страх потери неосуществившихся возможностей. Вот это вот четкий пример. Здесь был гэп. Гэп, который даже не закрылся. Поэтому тот факт, что мы, может быть, пропустили этот торговый сигнал, это не повод разочарования, не повод совершенно. Я вам даже возьму другой пример, вот этот вот, чуть-чуть ближе к нему. Это у нас, значит, дневной график. Давайте спустимся на часовой график. Так, это нам лишнее будет. Вот цена у нас здесь. Мы прокрутим два дня назад. Это наш первый тренд, который мы пробили. Вот второй. Вот видим, как наблюдаем. Пробили мы этот уровень, вернулись к нему и потом прострельнули вверх. Потому что это наш глобальный тренд. Цена хочет идти по своему тренду. И вот такие вот хитрые торговые сигналы, они могут вам принести очень много прибыли. Я забыл вас проинформировать. У нас этот вебинар будет длиться в районе часу, час 10, час 20, в зависимости от того, сколько у нас вопросов будет. Поэтому сейчас переходим к следующей валютной паре. Это у нас доллар канадец. Вот здесь вот это мой рабочий график. Вы сможете посмотреть, как выглядят вот эти вот уровни, которые мы расчерчиваем. Видите, они не по всему графику. Они не расчерчены на все подряд. Я, когда проходит временной участок, я его просто удаляю. Удаляю. И хотел вам показать, как выглядит контртренд в другое направление. Вот, допустим, вот этот вот временной участок, все видят его, мы его прочерчиваем. Значит, вот наш глобальный тренд вниз по дневном графике. Мы берем, прочерчиваем, ну, можем даже вот здесь вот. Берем, прочерчиваем вот это вот движение. Еще даже можем вот сюда вот. Вот. Ну, смотрите, в любом случае, даже если мы прочерчиваем вот так вот, то все равно у нас был возврат к уровню. Помните, что это дневной график, а на часовом… Сейчас прокрутим обратно до того уровня. На часовом графике у нас все равно пробитие и вот эта зеленая свечка – возврат к тому уровню. Магия, как тютельку в тютельку. Коснулись уровня, пробили, вернулись к нему. Давайте возьмем, если взять вот этот вот уровень, как самый низкий. Как продолжение вот нашего тренда вверх. Хотя вот это уже не считается. Если видим, у нас здесь пробили низ и не сделали следующий максимум. Но, тем не менее, допустим, мы пропустили или здесь был не четкий сигнал о входе, мы дальше протягиваем наш контртренд. Мы пробили этот контртренд, вернулись к нему. И здесь самая безопасная точка входа, и мы продолжаем идти вниз, фиксируя прибыль на следующем уровне, там, где мы хотим заниматься бизнесом, в следующем золотом уровне. Вот мы этот уровень определили. Вот так вот. И возвращаясь в него, мы закрываем сделки или же держим дальше, чтобы получить ту длинную прибыль, которую нам рекомендуют опытные трейдеры. Сейчас я проверю. На евро и USD получается контртренд закончился. Да, да, на евро и USD. Давайте его сейчас рассмотрим. Запись будет, Сергей, обязательно. Индекс доллара. Смотрите, вот мне часто такой вопрос, давайте на него посмотрим. Индекс доллара, очень часто мне задают вопрос люди по нему. Я хочу, чтобы вы помнили, что индекс доллара, это не он пишет условия, а индекс доллара всего лишь рассматривает ту динамику, которая происходит в еврозоне, с фунтом, с швейцарским франком. Даже норвежская крона имеет маленькую долю, у нее, по-моему, там 3 или 6 процентов в этой корзине. Поэтому в основном то, что вы видите в индексе доллара, это евро-доллар и это фунт-доллар, но никак не диктует индекс доллара, что у нас будет происходить на евро. Даже тяжело технически сказать, что вот, вот видите, сейчас такой тренд, значит доллар будет дешеветь. Нет, это всего лишь результат тех движений, которые мы наблюдаем в евро-долларе. Вы знаете, когда я смотрю индекс доллара, когда я возвращаюсь с отпуска, когда я возвращаюсь с отпуска, этот индикатор помогает мне увидеть самую такую, самую яркую картину, что произошло, пока меня не было. Вот мы смотрим на текущую картину евро-доллара, значит наш тренд вверх. Сейчас берем, протягиваем нашу линию контртренда. Вот, и если вы видите, вот видите, здесь начерчено и точка, где мы бы хотели бизнесом заниматься, и нижняя точка виллы Эндрюса, и еще здесь конфлюенс 23% от всего движения за весь год по евро-доллару. Вот самая лучшая торговая стратегия, которая берет в расчет многие элементы. И вот именно тут мы видим, давайте, это у нас дневной график, мы спустимся на час. Именно тут вот мы видим, что вот наш контртренд, мы его пробили еще 4 октября, в начале октября, вернулись к нему, вернулись к нему, мы бы поймали здесь стоп-лосс. Вот, к сожалению, давайте более четко распишем вот это вот. Вот, к сожалению, показатель того, что нету стопроцентной стратегии. Но, тем не менее, у нас поддержка, если мы бы еще знали, вот почему я говорю использовать многие моменты в своей торговле. Как мы с вами обсудили уже, здесь крупная линия сопротивления, то есть поддержки 23% по Fibonacci от года, от годового значения евро. Вот оно, 23%. Поэтому у меня стояла торговая позиция только в ход по этому уровню. Мне не важно было, если я пропущу вот этого, потому что если я пропущу, я бы по пробитию уровня вот этого вошел. Но, слава богу, цена коснулась нашей точки, которую мы ждали 2 недели. Вы, кстати, можете все мои торговые сигналы увидеть на сайте Аналитика Онлайн и Фикс. И сейчас все это бесплатно, поскольку я недавно перешел в эту компанию. Мы делаем такой промо-акции, и все мои смс-сигналы, вся моя аналитика по фондовому рынку, по рынку Форекса, все это можно увидеть в бесплатном виде на сайте. Давайте на японцы сейчас перейдем. Сейчас я проверю, есть ли какие-то у нас дополнительные вопросы. Вот это вот хороший вопрос у Андрея. Как правильно трендовые линии определять? Это такой, знаете, вопрос. Обычно, обычно я включаю и свечи, то есть и тени, тени свечей. Но поскольку основной анализ происходит на дневном графике, бывают вот такие вот свечки. Конечно, лучше их всего брать в расчет. Лучше их брать в расчет. И вот все линии я прочерчиваю в основном по теням. Так, давайте посмотрим, какой у нас глобальный тренд по иене. Важный момент, надо не исключать всегда, это фундаментальный анализ. То есть, то, что сейчас происходит в стране, в Японии, очень сильно влияет на цену. Я слежу за то, что говорит Корода и Курода. И он часто, то есть не часто, он недавно выступил вчера о том, что они будут держать расслабленную монетарную политику и будут позволять иене работать в диапазоне. В каком диапазоне? Давайте я его отмечу вам. Для меня это диапазон от 1,20 до 1,6. Вот я думаю, ниже этого уровня, вот этот диапазон, в котором будет японская иена. От этого уровня, от вот этой вот линии поддержки, уже Центробанк Японии вступает, и они начинают проводить монетарную вербальную интервенцию. Мы наблюдали в июле, как они делали выступления, как они, когда вот после такого обвала, как они агрессивно начали включать монетарную политику. А то, что сейчас происходит, это очень хороший коридор. Я также использовал вот линию контртренд для входа, вот этот вот вход в эту позицию. Он был осуществлен именно по этой торговой стратегии. Вот мы пробили этот уровень, мы вернулись к нему. Вот на этом уровне, где мы вернулись, я открыл позицию на покупку. Сейчас наблюдается не очень хорошая картина, особенно после тех слов, которые Курода сказал. И вполне возможно, что... Мы закроемся по стоп-лоссу. Ну, опять, это не страшно, потому что как только пробьется этот уровень, то мы будем искать позицию на продажу где-то до района 1,8. Так, и последнее просили посмотреть австралийца. Так, я хотел просто еще пример привести, как отлично эта торговая стратегия работает. Вот наш основной тренд вверх, у меня уже прочерчена эта линия. Давайте возьмем вот это вот место на графике. Проводим нашу линию. Смотрите, если мы торгуем на дневном графике, то, конечно, это было бы чуть-чуть полегче, потому что наш стоп-лосс был бы вот здесь вот, на 0,73. Поэтому вот такая вот коррекция глубокая сюда, она не составила бы нам проблем. Но если мы торгуем на часе и на 4 часов, как мы с вами договорились вначале, то мы бы, конечно, словили стоп-лосс, но маленький, и могли бы перезайти в тот уровень. Вот, значит, первый прорыв. Вот мы вернулись к нему, вот здесь вот был бы вход по нашей торговой стратегии, и стоп-лосс стоял бы вот на вот этом вот уровне. Вот тут вот. Но, как мы видим, на 4-х часовом у многих людей было бы жадность поставить, конечно, стоп-лосс вот здесь вот, потому что мы все ищем азарт, все хотят экшена, все хотят быть в позиции ради того, чтобы быть в позиции. Вот если последнюю идею я мог бы до вас довести, мои друзья, быть вне позиции – это тоже позиция, это очень выгодная позиция. Поэтому вы, следя за рынками, уже являетесь участниками, и не всегда вам нужно быть в позиции. У меня бывают такие дни, где, ну, нету хорошей точки входа, нету. И я не переживаю, я иду, изучаю другие рынки, я иду, анализирую фондовый рынок США. Там 7000 инструментов, там всегда есть то, что происходит. Поэтому не переживайте, если нету сейчас точки входа, почитайте какую-нибудь аналитику и просто расслабьтесь. Вот, но здесь очередной раз мы уходим вниз. Видите, вот здесь у пробития, я могу на час спуститься. Так, где мы находимся? Вот, на час мы спускаемся, значит, здесь мы опять ниже этого уровня. Такой технический момент просто для тех, которые торгуют интродэй. Если вы уже торгуете на маленьких отделах, то будьте добры торговать дальше. Вот, мы ниже этого уровня пробили его, вернулись к нему и пошли дальше вверх. Давайте еще пару примеров, я вам покажу на других валютных парах, чтобы можно было почувствовать, как эта торговая стратегия работает. Также где ставить стоп-лосс и где тейк. А тейк будет всегда по соотношению 1 к 3, но мы также используем уровни сопротивления и поддержки, чтобы определить наши тейк-профиты. Вот, в этом случае хороший тейк-профит был бы вот здесь вот. Это первый тейк-профит. Помните, что грамотная торговля – это всегда открывать не одну крупную позицию, а две маленькие позиции, если вы торгуете по моим сигналам, то открывайте, пожалуйста, две маленькие позиции, которые составили бы 1% вашего счета в общем взятии, то есть в общем взятые. И первый тейк-профит был бы здесь, чтобы закрепить свою прибыль и не переживать, куда дальше пойдет цена. А вторая мы могли бы подождать чуть дольше и посмотреть, куда цена нас приведет. Например, к этому уровню 81. Вот. Но еще одну фишку я хочу вам передать, что необязательно ждать до этого уровня. Есть очень богатый один трейдер, который берет 2 трети своего тейка. То есть тейк-профит здесь стоит, но когда цена доходит до 2 трети, он закрывает позицию. И он миллиардер, я вам хочу сказать, друзья. Он особо не переживает, он открывает высоковероятные позиции и забирает прибыль с высокой вероятностью, когда она уже у него есть. Потому что обидно потерять 2 трети своей позиции, когда вы ждете одну оставшуюся треть. Так. Евгений, пожалуйста, напишите, если достаточно примеров было контртренда. А так я от вас жду или валютные пары. Давайте для эксперимента проведем вот это вот по индексу доллара. Как работают контртренды. Вот наш основной тренд вверх. Мы протягиваем линейку. Так, ну здесь не получается такой тренд определить. Это просто обвал. Обвал доллара у нас происходит, дорогие друзья. Ну смотрите, технически можно так и считать, что вот мы пробили нашу линию, вернулись к ней и, может быть, ожидаем продолжения роста. Ну, не очень грамотно будет судить по индексу доллара, что будет дальше с долларом. То есть все-таки с каждой валюты это там не только доллар, но еще другая валюта считается. Например, в Евросоюзе весь год они перебивают свои цели по экономическому развитию. Перебивают. У них намного лучше и Германия показывает результаты, и Франция. Вот, давайте еще раз посмотрим, как вот, например, в этом отсеке, как эта стратегия бы отработала себя. Ну, здесь не так грамотно это вернулось, а не к этому уровню. Ну, пропустили, вход пропустили, хотя бы стоп-лост не поймали. Золото. Так, золото сейчас посмотрим. Да, один пипс, когда ты открываешь позицию на 20 миллионов, это, конечно, достойно. Ну, это страшно делать с ритейл-брокерами, потому что… Спасибо за линк, Александр. Страшно делать с ритейл-брокерами, потому что проскальзывание очень… Очень часто встречаемая вещь. Так, вот у нас дневной график золота. Вы знаете, тренд сейчас золота, он все-таки в консолидации. Вот здесь все тяжело определить тренд. Поэтому мы возьмем, может быть, вот этот вот отсек ближайший. Что, допустим, это возрастающий тренд. Но также здесь ничего не сказать, потому что, ну, здесь все-таки фигуры треугольника. У меня отдельный мастер-класс, чуть позже будет по фигурам. Я очень часто использую фигуру в своей торговле и считаю, что комплексно, комплексно, не сами по себе фигуры, но комплексно с другими показателями, они являются достаточно мощным индикатором, что происходит на рынке. Потому что все-таки эти фигуры, они описывают предыдущие движения и намерения игроков. Поэтому такие вещи, как голова и плечи, двойное касание, треугольники, флажки, такие вещи, бабочки, вот такие вещи себя отрабатывают. Ну вот, допустим, вот это вот самое наше последнее движение вниз. Вот это вот идеально вам покажет, как эта торговая стратегия работает. Вот нам нужно две точки, чтобы определить тренд. Мы знаем, что общий тренд вверх. Мы по этому тренду поставили еще с сентября трендовую линию. Вот мы к ней подошли, мы ее пробили, мы очень четко, грамотно к ней вернулись. И сейчас идем вверх. Стоп-лоссы ставим в предыдущий минимум, чуть ниже предыдущего минимума, на 20 пунктов. Значит, 12.58 с этого уровня, не с этого, пожалуйста, не открывайте от руки сейчас. С этого уровня мы открыли бы позицию на стоп-лосс. Вот так вот. И мы ждем пока наши отношения. Это то, что я вам показываю, конечно, это плохой способ. Я использую только этот инструмент, чтобы показывать визуально, какие у нас позиции стоят. Вот. Ну, примерно, если честно, примерно так оно и есть. Вот тут вот будет наша зона, где мы бы хотели заниматься бизнесом. Что-то я там, Вольки, большую зону нарисовал. Вот так вот. Вот так вот выглядит эта зона. Можно ожидать золота вот где-то к 13.14. А предварительно пробив 13.00. То есть вот эта вот точка, она достаточно мощная, и цена может отскочить от этого уровня. Поэтому можно часть позиции закрыть здесь, часть позиции закрыть здесь. Всем понятно, что такая торговая стратегия работает классно, эффективно, что она имеет место быть и реально может вам приносить прибыль. Если есть у кого-нибудь еще какие-нибудь вопросы, я с удовольствием вам разъясню. Может быть, непонятные моменты или можем еще пару вариантов посмотреть на графике. В месяце 22 рабочих дня. Из них 5-7 дней, они не подходящие для торговли. Ну, они качели. Остается 15 дней полноценной торговли. С учетом того, что наше математическое ожидание 1 к 2, то средняя величина сделок должно быть около 700 пунктов. Вот, чтобы для достижения месячного плана необходимо совершать от 5 до 20 сделок. Вот, лимит в один торговый день – это две точки входа. Остановка торгов при получении двух стоп-лоссов подряд. Вот это вот важный момент. Давайте с вами поговорим немножко о психологии. Вот так вот. Значит, какие важные моменты в психологии? Важно знать, когда остановиться надо. Вот это вот самый большой момент, который люди забывают. Мы, когда теряем деньги, у всех врожденное такое желание отыграть, отобрать, бороться за свое. Это я деньги потерял. Особенно, когда вы закрываете позиции. Еще хуже не закрывать позиции. Дорогие друзья, пожалуйста, поставьте себе пункты, что первый стоп-лосс мы не трогаем. Торговля – это игра с вероятностями, не игра, работа, профессиональная работа с вероятностями. Вы должны четко понимать, что вот по тем примерам, 4 из 6 примеров четко и точно работали по торговой стратегии. Поэтому рано или поздно вы выйдете на прибыль, но вам надо соблюдать money management и соблюдать стоп-лоссы. Не двигайте их. Второй момент. После того, как вы потеряли… У каждого человека этот номер разный будет, но после того, как вы потеряли 30% депозита, во-первых, это значит, вы совершили 30 сделок убыточных. Это невероятно. После 6-7 стоп-лосса вероятность того, что вы получите неприбыльную сделку, меньше 10% математически. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте money management. Соблюдайте money management и знайте четко, когда хватит торговать. Я не верю в то, что надо уходить от торгового терминала, когда вы в прибыли. Потому что, как мы говорим, что не каждый день прибыльный, причем тот прибыльный день может редко приходить. Но когда он пришел, значит, вы понимаете рынок, значит, рынок идет в вашем направлении. Значит, если те торговые системы, которые у вас существуют в арсенале, если они диктуют продолжение точки входа, то вы сидите и работаете дальше. Вот. И третий момент. Стоп-лоссы не трогать, money management соблюдать. Уходить от терминала, когда вы в проигрыше. Когда достаточно проиграли, то все, делаем маленький перерыв. Или, по крайней мере, переходить на демо счет. Переставайте торговать своими деньгами. Хорошо, мои дорогие друзья, уже время подходит к концу нашего семинара. Я хотел вас всех поблагодарить за ваше внимание. Хотел поблагодарить участников, которые писали нам в чате. Я надеюсь, мы вам полезную информацию передали, что те моменты, которые вы узнали для себя, они были информативными и интересными. Хотел вам рассказать о том, что я торгую по такой стратегии и несколько других, которые я узнал, пока учился в Лондоне. И показываем прибыль достаточно приличную. То есть, на прошлой неделе мы заработали 2000 пунктов и торгуем спокойно, без надрывов, постоянно стоп-лоссами. И те рынки, которыми я занимаюсь, это фондовый рынок США, криптовалюты и рынок Форекса. У меня в основном инвестиционные идеи, они идейные. То есть, когда что-то происходит на рынке, то мы именно по этой информации открываем стратегии. Я сейчас углубляться в это не буду, у нас мало времени остается. Также будет много происходить различных семинаров. Многие из моих семинаров будут бесплатные. Например, у меня будет семинар для новичков. Он начинается в следующий вторник. Приходите. И еще один момент. Хотел до вас довести все обучающие курсы, которые я буду вести в Аналитику Онлайн. Они будут вживую здесь в офисе. И будет онлайн-трансляция. Поэтому вы сможете приходить вживую, общаться со мной, задавать вопросы. И сидеть в рабочей атмосфере нашего офиса. Также вы можете наслаждаться и наблюдать из дома. Вы знаете, на следующей неделе не будет веб-трансляции для начинающих. Но если вы живете в Москве, то, пожалуйста, приходите. Мы вас будем смотреть. А так, каждую вторую неделю у меня будет новый мастер-класс. Будем по стратегиям разбирать, как ввести дневник трейдера. Как работать с уровнями Fibonacci. Что такое опцион фьючерсы. Как мы можем использовать эту информацию в нашей торговле. И также будет начинаться менторная программа. Это сопровождение, где узкая группа людей будут общаться один на один. Будем с ними торговать каждый день. И будем разбирать торговые сделки у каждого человека. Находить изъяны, находить, что человек сделал правильно. И, в общем, прокачивать человека до уровня самостоятельного, грамотного, четкого трейдера. Который в основном торгует в прибыль. Это все ждет вас в ближайшее будущее. Пожалуйста, приходите к нам еще раз. Наслаждайтесь нашей аналитикой. Как я говорил, вся моя аналитика на данный момент бесплатная. Поэтому черпайте информацию, черпайте знаниями. Я всегда буду рад с вами поделиться. Все. Благодарю вас всех. Спасибо за внимание. Хорошего вечера. Так, я сейчас в последний момент читаю вопросы, если у кого-нибудь есть. Спасибо вам всем за внимание. Давайте вот напоследок посмотрим акции Apple. Как раз пару минут осталось. Так, берем Apple. На денечку я включаю. Вот видите, как я говорил, некоторые акции у них тренд вверх. Вот тренд даже не надо на одну неделю идти. Давайте на дневном графике посмотрим. Посмотрим, вот, например, вот это вот, нашу ближайшую точку обвал, который недавно был. Вот, он еще по сути не закончился. Не включил? А, извиняюсь, извиняюсь, господа, я, оказывается, забыл включить рабочий стол. Все, супер. Первый раз по этой технологии провожу вебинар, поэтому вы уж меня извините, но сейчас мы вернулись в рабочий режим. Спасибо за то желание, которое проявил у нас Павел, чтобы посмотреть американскую акцию. Так, ну вот, можем вот так вот провести. И сейчас ожидается вообще хорошая точка входа по некоторым критериям. Первый из критерий будет вот этот вот уровень консолидации. Когда мы его пробьем, то будет очень достаточно мощный рост. Но также вот этот вот уровень тренда вниз, когда мы его пробьем и также пойдем вверх, то будет значительный рост. Я бы хотел показать другую стратегию на акциях, вот именно с горизонтальными уровнями. И именно плоская уровень. То есть, когда мы пробиваем такие значительные уровни, то обычно это означает хороший прогресс вверх. Брать вот этот вот уровень. Видите, мы его пробили. Его не только пробили, его перескочили. Если вы возьмете вот такой образ мышления на фондовом рынке, здесь просто очень много гэпов из-за того, что рынок работает не круглосуточно. Но когда мы пробиваем локальные максимумы или минимумы, то это означает, например, вот видите, все плавно-плавно-плавно, и потом пошла волатильность. Потом опять крупный рост, и крупный рост после чего последовал? После пробития вот этого уровня. Вот мы его пробили и выстрелили вверх. Потом опять какая-то коррекция, волатильность. У меня будет отдельный семинар на цикличность рынка и вообще структуру рынка. Это очень важно. Вот был вопрос у человека по поводу, как определить, где консолидация, а где у нас… Так, индикатор волатильности я не обещал, но я вам могу подсказать, какие инструменты более волатильные, чтобы вы могли торговать на более волатильных инструментах. Вот, пробитие этого уровня, и это вызывает рост. И то же самое в обратном. Если вот этот уровень мы пробили, то можно вот это маленькое движение поймать. Так, и хотел вам показать, как на рынке акциях работает вот эта вот стратегия. Она на пробитие идет. То есть не будет такого, что сюсюкаться, и цена будет возвращаться. Я когда провожу анализ по фондовому рынку США, я в основном не торгую технически. Если я торгую технически, то это всегда подкреплено фундаментом. Потому что у каждой компании, в основном, ее финансовые индикаторы, они более весомые, чем, например, какие-то экономические новости страны. То есть целая страна – это огромная организация, это огромная такая компания, которая поглощает много плохих новостей. А компании вот в начале этого года Apple рухнул на 12% только из-за того, что Воррен Баффет продал эти бумаги. А это все публичная информация. Вот давайте возьмем вот этот вот контртренд с вами. Вот у нас здесь нарисовался такой тренд. Мы его пробили и сразу бежали вверх. Мы вот такую стратегию, то есть такой формат будем наблюдать везде. Мы его пробили и побежали вверх. Видите, особо возврата не было. Но был возврат просто из-за уровня консолидации, но пробили и сразу вверх. Вот здесь вот был этот грамотный возврат. Смотрите, пробили, вернулись и потом гэпнулись вот аж на 6 долларов вверх. Это действительно супер-пупер стратегия, потому что наверняка те более опытные трейдеры слышали, что чем проще стратегия, тем более эффективная она есть и тем легче вам за ней следить. Поймите, вы не роботы. Будут моменты, когда слишком много индикаторов, слишком много... Вот это пример, где стратегия не сработала, например. Мы пробили уровень, вернулись к нему, но в защите стратегии, смотрите, мы четко прорисовали. Вот четкий контртренд, и здесь четко не вернулись. То есть помните, нам надо возвращаться и трогать эту линию. Но, тем не менее, здесь бы стоп-лосс наш был бы пробит. И началась вот такая долгий период консолидации. Несколько месяцев консолидации. Чем проще стратегия, тем легче ее у вас вести, тем больше вы будете к ней придерживаться. Я надеюсь, я вам сегодня показал достаточно примеров и фундамент заложил такой, что вы сможете сами составить свой собственный торговый план, чтобы вы сами сможете составить свою торговую стратегию, использовать самые базовые принципы торговли на рынках. Самый календарь, самый доступный, который вы можете посмотреть, это будет вот здесь, вот на ru.investing.com. Здесь экономический календарь, мы его выставляем на неделю вперед. Вот, выбираем нужные нам страны. Допустим, выбираем самые нужные нам страны, выбираем 3 быка по значимости и обновляем. Я здесь в США забыл добавить, потому что большинство из этого будет в США. Вот, и вот эти вот уровни значимости, которые большие, мы берем и выставляем у себя на графике. Прямо так вот берем. Вот здесь вот у нас будет такой-то, такой-то уровень. И его прям отмечаем на графике, чтобы все было легко и наглядно. И такие стратегии существуют. Важно читать новости, я думаю, в нашей профессии. Вы знаете, именно после того, как трейдинг стал основным, трейдинг стал основными, и здесь я думаю, это cupcakes тоже, Продолжение следует...